Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! О Господь, мы прославляем Тебя сегодня. Мы так благодарны Тебе за этот удивительный день и за звучащее сегодня Слово Божье. Мы просто благословляем и благодарим Тебя за то, что Ты встретил нас здесь. Ты пришел с нами, Ты был с нами, и Ты уходишь вместе с нами, слава Богу. Мы в таком восторге от Твоего Слова. Мы в таком восторге. И для нас такая честь, что Ты позволяешь нам быть частью Твоих удивительных дел. Мы просто служим Тебе сейчас. Мы возносим сейчас к Тебе нашу веру. Ты дивен в очах наших. Ты замечательный. Нет никого больше Тебя. И мы так рады называться Твоими детьми. Мы так рады, что Ты послал Иисуса на крест. И Он понес за нас все это проклятие, чтобы через него на нас могло распространиться благословение Авраама. И мы в таком восторге от этого, Господь. И мы просто в восторге, в восторге, в восторге. И мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Пожмите руку, улыбнитесь и поприветствуйте кого-то. Обнимите его и затем можете садиться. Слава, 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 слава. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Сегодня мы разберем практический аспект этого. Как приводить это в действие изо дня в день. Поскольку если вы не придерживаетесь процесса, изложенного в Новом Завете, вы будете терпеть поражение в попытке ходить в любви. Вы должны вести себя согласно Новому Завету и тому, как Он определил наше поведение, чтобы ходить в любви. Мы говорили о сострадании Божьем и о том, что именно само сострадание и сотворило человека. Бог есть любовь. И Бог излил Себя в то физическое тело, которое теперь называлось человеком. Человек был любовью. Нет, Он не был как любовь. Не у Него была любовь, а Он был любовью. Человек был сотворен Богом по Его образу. Человек был полным образом Своего Отца. Между ними обоими не было никакого различия, за исключением того факта, что Бог должен был быть главой человека. Бог является Своей собственной главой. Он суверенен в самом себе. А человек суверенен в Боге. Вы следите за ходом моей мысли? Бог есть свет. Поэтому и человек был светом. Человеку нужно было ходить во свете, подобно как его отец был во свете. Аминь. Итак, сострадание излило себя. И мы разбирали все эти места Писания. И затем мы говорили о том, что когда человек пал, что теперь с ним стало? Он больше не был светом. Он теперь был тьмой. Над ним господствовала и властвовала тьма. Он был наполнен тьмой. Но затем, если вы изучите Новый Завет, после того, как пришел Иисус, и мы были рождены свыше, Слово Божие говорит, что мы дети света, рожденные от света. И затем в послании кефесянам сказано, что вы свет. Как? Почему? Сотворенные во Христе Иисусе. Понимаете? Мы свет. И Он сказал облечься в оружие света. Поэтому, если вы рождены свыше, Иисус Христос из Назарета является вашим Господом и Спасителем. Мы уже изучали это на наших собраниях. Мы увидели из молитвы, которой молился Иисус, что наш Отец любит нас так же сильно, как Он любил Иисуса. Аминь. И теперь мы рождены свыше, благодаря Бога, Который перевел нас из Царства тьмы в Царство Божьей любви, в Царство Света, в Царство Бога, Который есть любовь, Рожденные от любви. Аминь. И в той же самой 17 главе Евангелия от Иоанна, в своей молитве, которой Иисус молился прямо перед тем, как пойти на крест, Он сказал, «Я совершу это». И вот одна из причин, почему. Да любовь, которой ты, Бог, возлюбил Меня, Иисуса, в них будет. И мы увидели, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Но прежде, чем мы прочитаем очередное местописание, я скажу вам прямо сейчас, мне придется прямо вам об этом сказать из-за религиозной трусливости и нежелания провозглашать то, что говорит о нас Новый Завет. Если мы рождены свыше, и древнее прошло, и теперь все новое, и мы рождены от Духа, и мы рождены не от тленного семени, но от нетленного Словом Божьим, Словом Любви, тогда мы являемся такой же любовью, что и Бог. Не у нас есть любовь, а мы есть любовь. Мы были рождены от любви. Мы были рождены от семени любви. Мы были рождены от Духа любви. И все плоды Духа рождены от любви. Радость, вера, благость, кротость, доброта, и все остальное, что пришло вместе с этим. Вы следите за ходом моей мысли? Бог есть любовь, и вы должны говорить каждый день. И я тоже. Некоторые из вас уже смотрят. Некоторые из вас уже очень разнервничались, когда я это сказал. Хорошо. Сказать вам почему? В вас есть страх. Да, а иначе чего бы вы из-за этого нервничали? О, брат Копланд. Что ж, мы просто высветили некоторый религиозный страх. Как же от этого избавиться? Джесси Дю Плантис проповедовал сегодня о том, что любовь позволяет нам иметь смелость день суда. Вы не становитесь смелыми в Боге, не приступая смело к престолу благодати. Вы рождены от любви, потому что Он первый возлюбил вас, а не изо всех ваших талантов. Нет, нет. Это не имеет к этому никакого отношения. Он возлюбил вас. И Он возлюбил вас еще до основания мира. И Он вернул вас с самого себя. Аминь? И вы можете иметь смелость в день суда, потому многие люди будут сидеть там и наблюдать за днем суда, пока другие будут через него проходить. О, что Он мне скажет? О, я знал, что мне не следовало этого делать. О, да. Я знал, что мне следовало. Я знал. И вы будете сидеть там и несколько нервничать, и трястись, чувствуя себя так, как вы себя почувствовали, когда я сказал, «Вы есть любовь, как Бог есть любовь». «О, я не знаю, я не знаю, Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса». «О, Боже». «О, брат Копланд, не думаю, что мне хочется стоять вблизи вас». «Вы такое говорите». Понимаете? Это... за неимением лучшего способа это описать. У меня нет времени объяснять это вам. Но это просто религиозная трусость. В этом нет никакой смелости. Слово Божие говорит. С дерзновением смело приступайте к престолу благодати. Смело приходите туда. А откуда вы берете эту смелость? Так, чтобы сидеть там на сцене вместе с Иисусом в день суда и говорить. Здорово, да. Я так рад, что я ходил в любви. Я так рад. Аллилуйя. И в действительности вы думаете, «У меня нет перед этим никакого страха». Я знаю, что я совершил много ошибок. Он знает, что я совершил много ошибок. Но его кровь очистила меня от всякого греха. И у меня есть уверенность в крови Иисуса. И у меня есть уверенность в имени моего Отца. Вы просто начнете восклицать. И им придется успокаивать вас, говоря потише, пожалуйста. У нас тут суд идет. Вы понимаете? Нет, слава Богу. Аллилуйя. Вон там мой Господь, совершающий все это. Я знаю Его. Мы ходили вместе. Мы вместе разговаривали. Слава Богу. Я избавился от всего этого страха еще тогда, когда мне приходилось ходить во плоти. Слава. Когда вы начинаете ходить в этой заповеди... На этом я и закончу. А на следующем собрании мы продолжим говорить об этом. Когда вы начинаете ходить в этой заповеди... Потому что это заповедь. Именно по этой причине. Я буду соблюдать эту заповедь, потому что мой Господь и мой Спаситель, мой Искупитель, глава Церкви дал мне прямой приказ. И я буду это делать. Я буду соблюдать эту заповедь. Я являюсь хорошим управляющим этой заповеди. Это делает меня хорошим управляющим Его денег. Это делает меня хорошим управляющим Его помазания. Это делает меня хорошим управляющим моего дома. Это делает меня хорошим управляющим моего брака. Потому что я хожу в этом, будучи готов и скор на то, чтобы разобраться со своей собственной плотью и со своими собственными устами и пленить всякую мысль и всякое слово в послушании самому помазанному, поскольку именно Он и дал эту заповедь. Поэтому я посвящен тому, чтобы соблюдать эту заповедь. Теперь позвольте мне вам кое-что сказать. Мы скуплены от проклятия. Мы войдем в благословение Авраама. Это изложено в книге Второзакония. Бог открыл это Аввакуму. В книге Аввакума 2.2 Он сказал, запиши видение, чтобы читающий Его мог руководствоваться им или ходить в нем, смотреть на него, читать его, питаться им. Ходить в нем, ходить с нем, ходить с нем. Не просто сказать, о, разве это было не здорово, и через два дня забыть о нем. Что Он сказал? Для этого и дано записанное Слово Божье. Именно поэтому оно и было вручено Иисусу. Иисус был рожден от этого Слова. Новый Завет был рожден от этих ветхих пророков. И именно поэтому Иисус и сказал, написано, 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 и разрушил власть дьявола над своим служением с помощью записанного Слова Божьего. У Авраама не было записанного Слова. Он не мог ходить в нем. У него не было этого Завета в записанном виде. Это было работой Моисея. И благодарение Богу он ее выполнил. Он все записал. И потом позже пророки пророчествовали в отношении этого, что относилось к тем первым словам, сказанным в Эдемском саду. Иисус, когда Бог сказал, будьте благословлены, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над ней. Аминь. И позвольте мне взять одну часть этого, чтобы в заключении проиллюстрировать кое-что. Я принял решение. Я встал перед Богом. Не имеет значения, нравится мне это или нет. Это не что-то, что предлагается на выбор. Я являюсь причастником вечной жизни, обеспеченной Иисусом. И мне было приказано соблюдать эту заповедь, и я буду ее соблюдать. Так или иначе, я буду ее соблюдать. Неважно, считая ли я, что я могу ее соблюдать или нет. Мне было приказано, я человек завета, я человек чести, и я буду соблюдать то, что он мне сказал сделать. Это не является чем-то необязательным. Главнокомандующий дал мне прямой приказ, и я являюсь частью тела Христова. Я часть этих войск. И мне дан главный приказ. «Я должен ходить в этом». И когда я в этом не хожу, я сразу же каюсь, или же будет по-плохому. И у меня уже было по-плохому. У меня уже столько раз было по-плохому, что мне больше не хочется. И у меня есть определенные права и привилегии, благодаря тому, что я хожу в этой заповеди. Во второзаконии 28.61 сказано, что все немощи и все болезни, которые даже не записаны в этой книге закона, находятся под проклятием. Что ж, я был искуплен от проклятия. Поэтому я искуплен от всех немощей и болезней. От всех их. Это часть моего наследия. Аминь. Но когда я не хожу в послушание этой заповеди, я предоставляю дьяволу определенные права и привилегии, которых у него нет. Он уже был побежден. У него нет права это делать мне. Я дал ему право это делать. У него есть право только искушать меня. И это время подходит к концу. Время аренды Адама этой земли подходит к концу. У него будет право искушать вас. Но каждый раз, когда он это делает, это ставит еще одну отметку на его гробовой доске. Каждый раз. Я вам гарантирую, Бог никогда не забывает ничего из того, что тот говорит или делает. Он забывает о том, что говорили и делали мы с вами. Да, кровь Иисуса очищает его память в отношении нас. Но для этого идиота нет кровной жертвы. Нет. Я тогда только начал узнавать об этом. Я проводил собрание в самом начале нашего служения. В моем теле появились некоторые тревожные симптомы, которые действительно начали беспокоить меня. Я заболевал. И когда вы проповедуете 21 день, два или три раза в день, вам некогда болеть. Вам некогда сдаваться. И кроме того, я уже провозгласил ранами его, я исцелился. Поэтому я не собираюсь лежать в кровати из-за того, что мое тело говорит, что оно больное. И бывали времена, когда я проповедовал держать за кафедру, чтобы не упасть и не потерять сознание. Не так, как сейчас. Но было что-то похожее. О, я испытывал боль. Я сказал, о, Господь, помоги мне. Покажи мне, что мне делать. Он спросил, ты стараешься ходить в моем слове и соблюдать мою заповедь любви? Я ответил, да, я посвящен этому. Я не так безупречно это делаю. Но я каюсь каждый раз, когда оступаюсь. Он сказал, я учту это. И он сказал, ты имеешь определенные права на это благословение. И я уже узнал, что на меня распространилось благословение Авраама. И я уже узнал, что я являюсь наследником и кровным братом Иисуса из Назарета. Но я только учился тому, как ходить в этих вещах. И теперь я должен был использовать их как оружие. Поэтому я сказал, благодарение Богу. И я назвал симптомы. И я скажу вам следующее. Мы с Глорией делаем это по сегодняшний день. Мы живем этим. Я назвал симптомы. И я назвал тот жар, который меня беспокоил. Ту головную боль, которая меня беспокоила. Расстройство желудка и гриппоподобные симптомы. Я сказал, все это находится под проклятием. А я искуплен от проклятия. Следовательно, я отказываюсь иметь. И я назвал все эти симптомы. У меня этого нет. Почему, брат Копланд, оно у вас есть? Нет. Мое тело находится под давлением со стороны этого. Но у меня этого нет. Я должен принять это, чтобы оно у меня было. Иисус понес на себе мой грипп. Все это принадлежит кому-то другому. Это не мое. И у меня есть определенные права, поскольку я посвящен заповеди Божией, которая исполняет весь закон. И у меня есть право на исцеляющую кровь Иисуса, и я не останусь без исцеления. Я сказал это. Ничего не изменилось. Я сказал это дважды. Ничего не изменилось. Я сказал это в третий раз. Ничего не изменилось. Я сказал громко. Это либо истина, либо нет. И я буду стоять здесь до тех пор, пока истина не сделает меня свободным. Даже если я пропущу мое следующее служение, даже если я пропущу ночной сон, два ночных сна, три ночных сна, даже если я не буду есть неделю, я не сойду с этого места. Его ранами я был исцелен. Раз я был исцелен, значит, я исцелен. И вечным Богом всемогущим я искуплен от проклятия. И ранами его я исцелен. Я искуплен от проклятия, и ранами его исцелен. Я искуплен от проклятия, и ранами его исцелен. Я сказал это 829 раз. Ничего. Только в горле пересохло. И, конечно же, вы знаете, что все это время делает ваш разум. Разве ты не глупец? Ты стоишь здесь и даешь все эти обещания, которые ты прекрасно знаешь, ты не можешь сдержать. И ты знаешь, ты знаешь, что тебе нужно пойти сделать что-нибудь по поводу этого. У тебя утром служение. Тебе нужно пойти и принять лекарства. Я сказал, замолчи, вот мое лекарство. Я не сдвинусь. Я исцелился не потому, что отказался принимать лекарства. Я исцелился благодаря тому лекарству, которое я принял. И можно перекрутить это откровение и сказать, но если я откажусь принимать лекарства, Богу станет меня жалко, и Он исцелит меня. Бог никогда никого не исцелял, потому что Ему было их жалко. Он может сострадать нам в немощах наших, но если бы Он восполнял вашу нужду, потому что это была нужда, Он бы просто повсюду следовал за дьяволом. Да. А Он не собирается никуда за Ним следовать. Но Он пройдет через миллион человек, чтобы добраться до одного человека, у которого есть грамм веры, и который готов стоять, и все преодолев благодаря благословенному Господу устоять. Когда я повторил это в 829 раз, я чувствовал себя хуже, чем тогда, когда я сказал это в первый раз. У меня болела голова, у меня болела спина, теперь у меня еще болело горло, у меня все было заложено, я не мог дышать, и мой разум просто кричал на меня. На твоем служении утром от тебя не будет никакого толка. Тебе, по крайней мере, нужно немного поспать. Может, тебе стоит встать рано утром и закончить это. А я продолжал кричать, нет, слава Богу, ранами Иисуса я исцелен, я искуплен от проклятия, я соблюдаю закон любви. Ты не можешь навести это на меня, убери свои руки прочь от моего тела. И когда я повторил это в 830 раз, сила Божья пронзила подошву моих ног и прошла через спину и вышла через макушку головы, а она была вокруг меня. Я начал бегать и кричать и прыгать. Я же говорил тебе, что я был исцелен. Аллилуйя. Когда у меня были проблемы со спиной, я ложился спать, говоря, разрыв диска, боль в спине, находится под проклятием. Я искуплен от проклятия. Поэтому я искуплен от боли в спине, от разрыва диска, от грыжи диска или от любых других повреждений диска. Я отказываюсь от дегенеративных болезней суставов. Все немощи и болезни находятся под проклятием. Я испытывал такую боль, что с трудом мог дышать. Я говорил это изо дня в день. Я утром просыпался с этими словами и вечером ложился с ними спать. Прошел год. Я испытывал боль. Прошло 12 месяцев. Я испытывал боль. Но уже не такую сильную. Брат Копун, да почему все не произошло моментально? Я не знаю. Я об этом не забочусь. Идет сражение. Я забочусь только о том, чтобы соблюдать эту заповедь. Я не собираюсь быть дисквалифицированным посреди этого сражения. Я продолжал и продолжал это говорить. Ко мне приходили мысли. Ты чувствуешь себя лучше? И тогда я громко отвечал. Нет, между прочим, не чувствую. Тогда зачем ты продолжаешь это говорить? Чтобы я мог чувствовать себя лучше, идиот. Ведите с ним его же игру. Но пусть он никогда не видит вас тонущими. Он, дьявол, бог страха. Ну, ты будешь инвалидом, и ты не сможешь исполнять свое служение. Я сказал, настанет этот день. Я буду исполнять его, даже если не смогу ходить. Но поэтому я буду ходить. И я буду исполнять его. И мне становилось все лучше и лучше. И спустя 18 месяцев я был исцелен и здоров. У меня есть снимки МРТ, чтобы подтвердить это. Мои кости свободны от всяких дегенеративных болезней суставов. Я хочу, чтобы вы знали, что мои кости здоровы. Все мои диски были восстановлены и стоят там так, как они и должны были стоять. И все то, что так давило на этот нерв, вызывая такую боль, ушло. Оно ушло из моего тела. Аллилуйя. Кто-нибудь встаньте и воскликните вместе со мной. Аминь. Позвольте мне напомнить вам, что сказал Иисус. Он сказал, «Любящий Меня соблюдает Мои заповеди». «Любящий Меня соблюдает Мои заповеди». А какова Его заповедь? Нет, это лишь одна третья. Вот в чем здесь одна из проблем. Если вы не знаете, какова Его заповедь, как вы можете ее соблюдать? Да, я слышу, как вы мне сейчас ее цитируете. Давайте обратимся к третьей главе первого послания Иоанна. Иисус сказал, «Если вы любите Меня, соблюдайте Мою заповедь». Он сказал, «Заповедь» или «Пожелание». Он сказал, «Заповедь», не так ли? Так что это общий приказ для всей армии. Тело Христова – это армия. Мы – солдаты в армии Господа. Аминь. Мы вооружены для того, чтобы разрушать дела дьявола. Аминь. Мы – армия. Слово Божье не называет нас штатскими. Оно очень ясно это говорит. Оно не называет нас штатскими. Мы – на военной службе. И мы тут не на один срок. Мы здесь навсегда. Слава Богу. Аминь. Да. И это – общий приказ. Кто из вас был в армии? Можете поднять руку? Помните одну из первых вещей, которую вы должны были усвоить? С первого дня. В первую неделю. Это – общие правила. Если вы были в армии, это были общие правила армии. Если вы были в морской пехоте, там были общие правила военно-морского флота. Вы должны были их знать. Если кто-то подходил к вам или выкрикивал ваше имя, вы должны были их назвать. Если вас отправляли на дежурство, вы должны были их знать. Вы заучивали их еще до того, как получали форму. И вы уже не выбирали, слушаться вам их или нет. Аминь. Это – общие правила. И у всех в армии есть одни и те же общие правила. Но затем поступают конкретные приказы. Приказ, данный при выполнении служебных обязанностей. Правовой приказ, данный старшим по званию. Это прямой приказ, и вы должны подчиняться ему. Затем есть приказы, которые даются на конкретный день. И вы должны им подчиняться. Они вывешиваются на доске объявлений или еще где-то. Какая сегодня форма, какое сегодня дано поручение, кто сегодня старше в карауле и так далее. Это приказы на конкретный день. Но если вы не будете выполнять эти два другие приказа, вы можете забыть про приказ на сегодняшний день, поскольку вас посадят в тюрьму или на гауптвахту. И вашим приказом на сегодня будете сидеть, молчать и делать то, что вам сказано делать. Аминь. Почему в армии так? В армии это является первой линией обороны. Если вы не натренированы, вы кого-нибудь убьете. Вы будете колебаться при выполнении служебных обязанностей. Вы будете колебаться под обстрелом. Вы будете колебаться в бою. И одно колебание, одно промедление, и вы погибнете. А вместе с вами и люди, находившиеся вокруг вас. Поэтому мы должны быть лучше натренированы. Мы должны быть более усердными. И повсюду хватает верующих, умирающих по той же самой причине. Вы колеблитесь под обстрелом, колеблитесь в бою, колеблитесь в том, чтобы быть послушными приказам от Бога, и позволяете дьяволу просто тиранизировать вас. Что ж, эти дни навсегда закончились. Аминь. Хорошо. Третья глава первого послания Иоанна. Вы уже ее нашли? Конечно, нашли. 20 стих. «Если сердце наше осуждает нас, Бог больше сердца нашего. Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и...» Скажите «и». Для чего здесь союз «и»? чтобы связать только что сказанное с тем, что будет сейчас сказано. И, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Вот эта первая часть, самая первая часть этого, то, что мы прочитали, является самой первой частью этого, и не позаботившись об этом, вам нет смысла читать остальную часть. «Делая благоугодное пред Ним». Помните, мы говорили о том, что Его можно огорчить? И затем мы прочитали в Писании «Не оскорбляйте» или «Не огорчайте Святого Духа». Затем там перечисляется все то, что имеет отношение к управлению жизнью вашей плоти и тому, чтобы иметь власть над своей плоти. Почему, когда вы живете по плоти и вы грехе, почему это огорчает Духа Святого? Во-первых, потому что вы портите Его дом. Возмездие за грех – смерть. Это одно, что огорчает Его. Вы убиваете себя. Помышления плотские – суть смерть. Аминь. Это расстраивает Его. Он там, чтобы возносить вас постоянно в свое время. Постоянно. Не только тогда, когда у вас большая проблема. Постоянно. Он там, чтобы проследить за тем, чтобы благословение работало в вашей жизни. Вокруг вас, впереди вас, за вами, над вами, под вами, по всей вашей семье. Поскольку он служит постоянно, подчиняясь первым словам, которые Бог сказал человеку. «Будьте благословлены». «Будьте благословлены». «Разнажайтесь». «Наполняйте землю». «Обладайте ею». «И владычествуйте над всем живым на земле». «Но только не над другими людьми». «Ни один человек не должен был господствовать над другим человеком». Нет. Мы ходим в любви друг с другом. Помните, мы говорили о силе имени Бога. Его личном имени, которое он открыл Моисею. После того собрания, которое было для меня таким славным, брат Дэн Страттон, который является пастором церкви в Нью-Йорке, написал мне небольшую записку. Дэн хорошо знает иврит. И он написал мне записку. А я говорил о том, что у Адама было имя Иш. У его жены было имя Иша. Ее начали звать Евы только после грехопадения. И Дэн в своей записке написал мне, что на иврите Иш и Иша соединены вместе именем Бога. Они были соединены вместе сверхъестественно именем самого Бога. Он устроил свадьбу. Мы с Глорией соединены вместе именем Ишуа Машех. Аллилуйя. Мы соединены в этом имени. И это Кровный Завет. И мы соединены в крови Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Да. Я прихожу в восторг, просто думая об этом. Слава Богу. Такая сила. Мы с ней. Мы действительно поступаем сурово с дьяволом. И со всем, что он делает. Мы не даем ему спуска. Я сказал все это для того, чтобы подвести вас вот к чему. Главнокомандующий издал приказ. Почему? Потому что когда вы ходите в нем, вы исполняете весь закон. Отвечаете всем требованиям, предъявляемым человеку, чтобы быть таким же, как Бог, и ходить в его жизнь, и его природе, и его победе, и осуществлять. Размножайтесь, будьте благословлены, наполняйте землю. Разве не это сказал Иисус? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Это то же самое поручение. Почему? Потому что все, что произошло после того, как Бог сказал Адаму эти слова, все, что произошло позже, имеет связь с этим, поскольку это были самые первые слова на земле. Аминь. Вы понимаете ход моей мысли? Хорошо. Итак, делаем благоугодное пред Ним. Мне достаточно говорить, ну, слава Богу, что я вам скажу. Я не делаю этого, я не делаю того, я не делаю этого, и не делаю того. Если вы исправляете свою плоть своей плотью, или своим разумом, вы станете очень неприятным человеком. Вы станете законником. Дьяволу будет очень легко вас использовать. Потому что, когда вы законник, вы не ходите в любви. Вы во всем держите законничество. Слава Богу, мы не курим и не жуем, мы не связываемся с парнями, которые курят и жуют. Понимаете? Я как-то ехал с одного собрания на другое. Это было еще до того, как у нас появился самолет. И я ехал по шоссе. И я заехал на небольшую заправку. Мне никогда не нравилось заезжать в большие города и там заправляться. Это гораздо легче. Кроме того, мне нравятся люди из провинции. И вы проезжаете мимо одной из таких маленьких заправок, вы заезжаете на нее, и вы не просто покупаете у него бензин, перенося ему процветание. Там обычно мало людей. И всегда можно поговорить с кем-то и рассказать им об Иисусе. Я увидел эту маленькую провинциальную заправку и заехал на нее заправиться. Я зашел внутрь, чтобы заплатить за бензин. Там стоял старый кассовый аппарат, такой, который звенит, когда вы нажимаете на кнопку. А наверху этого кассового аппарата лежала открытая Библия. И я подумал, о, владельцем этой заправки является христианин. Неудивительно, что Бог хотел, чтобы я на нее заехал. Я был в таком восторге. Мне хотелось сказать что-то этому человеку, понимаете? Им оказался маленький, худоватый, высохшего вида человек. Он вышел, подошел туда. Я подумал, да, если это тот человек, чья это Библия, то он действительно выглядит не очень приятным. Но я подумал, я не могу заниматься здесь критикой, я не хочу этого делать. Он подошел к кассовому аппарату и взял мои деньги. Я сказал, брат, это хорошая книга, я читал ее. Он ткнул своим костлявым пальцем в эту книгу, и этот звук напоминал звук дятла, долбившего дерева. Он стучал по той Библии и хотел, чтобы я прочитал тот стих. Он был подчеркнут у него красным. На всей странице это был единственный подчеркнутый стих, говоривший о крещении во имя Иисуса. Он сразу же заставил меня пожалеть о том, что я был крещен. Однажды я столкнулся с другим человеком, который считал, что крещение в воде было всем Евангелием, но он не был настроен так же резко и зло. Тот человек на заправке был просто зол, и все. Но этот человек не был настроен зло. Та женщина просто спросила меня, она сказала, Кеннет, мне понравилась ваша сегодняшняя проповедь. Я проповедовал церкви Харалда Николса. Она сказала, мне действительно понравилась ваша проповедь, но вы ничего не сказали о крещении. Ну, я не проповедовал о крещении. Я этого не сказал. Я ответил, там уже все были крещены. О, ну да, верно. Но ей никогда это и в голову не приходило, поскольку в ее церкви о крещении проповедовалось каждое воскресенье, каждую среду и каждый четверг, если там кто-то был. Водное крещение. И там все крещены. Аминь. Вы понимаете, о чем я здесь говорю? Вопрос не в том, что мы не делаем, или что мы делаем. Если вы хотите быть такими, как мы, то вот что и вам тоже придется делать. Я не хочу быть таким, как вы. Аминь. Я лучше буду таким, как Иисус. Аминь. Он... Все Евангелие в одной рамке. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, есть способ делать благоугодное перед Ним, или делать то, что не огорчает и не расстраивает Его. Как вы это делаете? Подумайте вместе со мной. Подумайте немного духовно вместе со мной. Как насчет послания к евреям 11.6? Невозможно угодить Богу. Угодить Богу. Не расстраивать Бога. Невозможно угодить Богу без веры. Какое определение веры? Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. Примером веры для нас является жизнь Авраама, который является отцом веры, который не помышлял о своем омертвевшем теле или об умертвении Сариной утробы, но помышлял только о том, что пообещал Бог. И он был вполне уверен, что Бог был силен это исполнить. Это вера. Воздавая славу Богу. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы приходим перед Ним в ожидании во имя, которое превыше всякого имени. Всякого имени. Именуемого как на небе, так и на земле. Я благодарю Тебя за то, что Ты послал это имя человеком, которым люди спасены. И мы принимаем его. Оно среди нас. И мы принимаем его. Мы поступаем на основании его, и мы весьма-весьма благодарны за то, что оно является частью нашего всеоружия и частью силы, дарованной нам, которую мы были уполномочены использовать на этой земле против сил тьмы. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. И приходя сегодня перед Твоим словом, мы приходим перед Ним в ожидании. Мы ожидаем самое лучшее во всем. Ты дал нам свое самое лучшее. Ты дал нам свой самый превосходный дар. Служение Иисуса было на земле, и теперь является служением совершенства. И мы ожидаем от Тебя не меньше, чем совершенства. И мы ожидаем не меньше, чем совершенства от самих себя. Во имя Иисуса. И поэтому мы стоим на Твоем слове. И благодаря этому имени мы верим, что принимаем. И каждое Его Слово исполнится. Если вы согласны с этим, тогда скажите решительно Аминь. Аминь. Аллилуйя. Итак, давайте вначале откроем наши Библии на Евангелии от Иоанна. Первый стих первой главы. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Как-то отметьте для себя вот это слово «жизнь». Даже оба этих слова «жизнь» и «свет». подчеркните их. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Не просто какая-то жизнь или какой-то свет, но сама жизнь и сам свет человеков. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И мы уже отмечали тот факт, буквально на каждом собрании на этой конференции, что Бог есть любовь. У Него есть вера, но Он есть любовь. Писание также говорит, что Он есть свет. У Него не просто есть свет, Он есть свет. 118-й Псалом делает утверждение в 105-м стихе, что Слово Божье является светом, помимо других мест Писания. Откровение Его Слово приносит свет. Его Слово – свет стеземае, слава Богу. Помните это? Он – свет на гемае. Он – свет стеземае. Его Слово является светом. И Писание также говорит, что Его Слово является жизнью. Поэтому все это говорит о Нем. «Вначале было Слово, и Слово было у любви, и Слово было любовь. Вначале было Слово. Любовь, Бог, свет. Все одно и то же. То, что у вас сейчас есть в этой книге, которую вы держите сейчас в своих руках, является таким же проявлением Бога на земле, как и Отец, Сын и Дух Святой. Это проявление Бога. И все, что Он когда-либо делал, все, что Он когда-либо говорил, все, о чем Он когда-либо думал, что имело отношение к земле или к этой материальной вселенной, находится прямо здесь. Слава Богу, скажите аминь. Я вдохновил себя своей проповедью, слава Богу. Отчасти потому, что я знаю, что будет дальше. Вам это тоже понравится. Хвала Господу. Итак. Бог есть любовь. Значит, Его Слово есть любовь. Аминь. Это Слово любви. Давайте обратимся к 30-й главе 2-й книги Паралипоменон. И прочитаем 9-й стих. «Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости». Посмотрите, посмотрите. Ладно, давайте просто дочитаем до конца. «У пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И затем дальше, в этой же главе, в 19-м стихе. «Господь благи да простит каждого». И не говорите это так, как говорит этот мир. Ну, знаете, «благи Господь сделал это, и благи Господь сделал то». И каждый раз, слыша это, вы знаете, это очень поверхностно. Каждый раз, когда вы встречаете слово «Господь», написанное за главной буквы «Г», маленькими буквами написано «Осподь», каждый раз, когда вы его встречаете, это личное имя его самого. Это имя, само имя, то имя, которое было открыто Моисею. «Отец сказал его Моисею лично». Тогда он впервые произнес его на земле. Помните, он сказал, фактически, это уже упоминалось на этой неделе, что Бог сказал Моисею, «Они знали меня, как Эль-Шадая, но они узнают меня, как...» и он назвал свое имя. Мы далеко не лучшим образом переводили его и Егова, что в нашем языке не несет в себе никакого значения. Я сказал все это, чтобы отметить для вас следующее. Вот эта фраза здесь, «Благий Господь», на самом деле это... Аллилуйя. Спасибо, Отец. Это... Ядхей Вавхей. Благой. Он благой. Нет, нет, вы так и не поняли. Он все благое, которое только есть. Он сам благой. Не благий Господь, это... Ядхей Вавхей. Благой. Помните, когда Моисей сказал, «Я хочу увидеть твою славу». Когда он это сказал, «Они говорили не о славе». Моисей устал разговаривать с облаком, и он просто выпалил это. «Я хочу увидеть твою славу». На что Бог ответил... В Техасе это звучало бы так. Он сказал, «Сынок, ты не можешь взглянуть на источник моей славы, то есть на мое лицо, и остаться в живых». Почему? И он частично объяснил это. Он сказал, «Я спрячу тебя. Я поставлю тебя в расселение гранитной скалы, и я также спрячу твои глаза. И я...» Послушайте. «Как сказано в одном из переводов Библии, я проведу мимо тебя мою благость, и провозглашу свое имя». Это имя является самым сильным сказанным словом в этой или любой другой вселенной. «И его сила исходит от его благости». Благое обладает такой силой, что плохое не может существовать в его присутствии. Именно поэтому Богу пришлось спрятать от него Моисея. Поскольку, если в присутствии благого оказывается что-то плохое, раз, все, его больше нет. Оно просто больше не существует. Если бы отец тогда побежал к Адаму, схватил его и сказал, «Эй, бедняга, да что с тобой случилось?» То от Адама только мокрое место осталось бы. Именно поэтому Богу пришлось с годами к его огорчению. Это огорчило и опечалило его. Вы можете увидеть это во всех местах Писания в Ветхом Завете, где говорится о его печали. Он был опечален тем, что не мог иметь свободного общения со своими детьми, со своей семьей. Они были отдалены друг от друга, разъединены друг с другом. И ему приходилось прятать себя. Даже тогда, когда его слава проявлялась в этой естественной сфере, ей приходилось являться в форме защитного облака, чтобы просто не стереть людей с лица земли силой этой благости. Он ядхей вапхей благой. Аллилуйя. Он все благое, которое только есть. А сатана это все плохое, которое только есть. И он не мог и крошечного шага ступить на хорошее. Сто процентов благое. Сто процентов хорошее. Однажды это привело меня в такой восторг. Я наткнулся на одну информацию, которая заинтересовала меня. Мне показалось это интересным. Речь шла об абсолютном холоде и абсолютной жаре. Я занимался изучением погоды. И я наткнулся на эту информацию, знаете, я как-то замер в скалистых горах, когда там было минус 45. Я считал, что это был холод. Но я узнал, что там в воздухе все равно было тепло. Я никогда этого не замечал. Однажды мы с Джоном поехали кататься на лыжах. Было минус 20. У Глории и у всех остальных хватило здравого смысла остаться дома. Мы с Джоном поехали кататься. Да, было холодно. Я не знаю, сколько градусов было, когда мы с ним спускались с горы, но было очень холодно. Однако в воздухе было тепло. Там в воздухе было тепло. И абсолютный холод. Я забыл, сколько точно это градусов. Но это сотни. Сотни градусов ниже нуля. Сотни градусов ниже нуля. Абсолютный холод, где совершенно нет никакого тепла. Я посмотрел на это и подумал, да, точно, я понимаю. Бог абсолютно благ. Писание говорит, в нем совершенно нет никакой тьмы. Абсолютная благость. Наполнено абсолютным состраданием. Сострадание – это проявление абсолютной благости, абсолютной любви и чудесности всего этого. И поэтому на протяжении многих лет ему приходилось как-то прятать себя, что печалило его сердце, из-за того, что это могло разрушительным образом сказаться на нашей жизни. Аминь. Мы действительно подходим все ближе. Вы это знаете? Мы обновляем наш разум с каждым ударом сердца. Мы делаем это с нашей верой. И мы делаем это с любовью Божьей. И мы соблюдаем эту заповедь. И мы ходим в ней. Нам еще предстоит долгий путь, но я хочу, чтобы вы знали, что мы уже проделали долгий путь. Мы подходим все ближе. И, как говорили дети, мы все ближе и ближе и ближе. Мы ближе, чем когда-либо раньше, слава Богу, к тому, чтобы Бог мог свободно двигаться среди своего народа. Знаете, его слава проявлялась в виде огня. Если бы вы могли увидеть его физически, пророки древности, которые видели его, видели его видение, говорили, что он есть огонь, а чресло его и выше, и чресло его и ниже, что он огни пламени, подобным молнии и лучей великолепия. И сказано, там тайник его силы. Говорю вам, они видели это. Они видели это ночью, там, в пустыне, когда проявлялась слава для того, чтобы вести их ночью. Он по-прежнему был спрятан в этом облаке славы, спрятан, чтобы защищать их. Но этот свет был настолько ярким. Они могли видеть, как он пробивался сквозь это облако славы. Это не было образованное водой облако, какие мы видим сегодня. Это было облако славы. Это было облако его присутствия. И этот свет был настолько ярким, даже ночью, он достаточно сильно пробивался сквозь это облако славы, так что они могли его видеть. Бог сказал Моисею, нет, 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 ты не можешь, ты не можешь взглянуть на меня. Я позволю тебе увидеть лишь то, что останется после того, как я пройду мимо тебя. И Бог прошел мимо него, и он укрыл его так, чтобы это не повредило Моисею. Он спрятал его в этой расселине, в этом граните. И он прошел мимо Моисея, сказав, «Я проведу перед тобой мою благость, и я провозглашу свое имя». И он провозгласил свое имя. Он провозгласил свое имя, и когда он это сделал, проявилась его слава. Была явлена благость. Он прошел мимо, и Моисей был так благословлен. Разве вы не знаете, что он был благословлен? Позвольте мне показать вам здесь кое-что еще. Помните Ковчег Завета? То же самое и здесь. Ковчег был тайником славы, тайником этого огня, тайником его благости. Аминь. И когда священник или кто-то другой, кто не был защищен через жертвоприношение, и не был внимателен к тем наставлениям, которые дал им Господь, им не стоило прикасаться к этому ковчегу. И не потому, что Бог поднимется и убьет вас за то, что вы к нему прикоснулись. Нет, 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 нет. Если вы знали его сердце, он бы наоборот был бы рад, чтобы вы прикасались к нему, обнимали его и ходили с ним. Он бы наоборот был бы рад проявлять себя. Проблема была в том, что те люди не были рождены свыше. Они не были соединены с Богом. Они были соединены с сатаной. А он является всем плохим, всей ненавистью. В нем нет ничего хорошего. Аминь. Нет. В нем нет ничего хорошего и никогда не будет. Он не хороший. Не хороший. Нет. Не хороший. В нем нет ничего хорошего. Поэтому они должны были быть защищены от этого ковчега. Но я хочу, чтобы вы увидели, что произошло в день Пятидесятницы. Эти люди в горнице, в день Пятидесятницы, они были все рождены свыше. Они были в той горнице. Они не загрязнили себя общением с кем-то с улицы. Они были там, в горнице. Они были рождены свыше. Они единодушно прославляли и поклонялись Богу. Это очень важно. Единодушно вместе. И что произошло? Иисус сказал, «Вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой». И нет двух или трех разных Духов Святых. Нет. Писание называет Его Духом Огня. И что произошло? Что произошло в той горнице? Они были рождены свыше. И Он, во многих Библиях, в сносках указывается, что на них почил именно Дух Святой. Он, 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 не какой-то маленький огненный язычок, как в зажигалке, почил на их голове. Мне очень не нравятся эти картинки, которые висят на стене в воскресных школах. Или те, на которых ученики изображены с маленьким золотым блюдцем над своей головой. Вот откуда они это взяли. И художники того времени пытались изобразить это. Но у них было настолько мало откровений об этом, что они не могли это изобразить. Там было совершенно не это. Там был Он Сам. Он Сам пришел туда. И Он не был в облаке. Он не защищал их каким-то образом или в какой-то форме. Что произошло? Он вошел, и, как говорит Писание, почил на них. Он почил на них. Да, и это никого не сожгло, не так ли? Никого из них не убило? Нет, нет. Он не просто почил на них, но Он вошел в них. Его Дух в их Дух. И они были исполнены Духом Святым и силой. И они вышли оттуда со властью использовать имя, которое превыше всякого именуемого имени. Аллилуйя. Иисус Христос из Назарета Сын Живого Бога. Вам нужно сказать все это для того, чтобы произнести Его имя. И вы все равно так и не знаете, что вы сказали. Но если вы произносите Его на иврите, оно все это говорит. Он превознес Его и дал Ему имя, которое превыше всякого имени, дабы пред именем Ешуа Машиах преклонилось всякое колено и всякий язык исповедовал, что Он Ешуа Машиах Яд Хей Вафей во славу Всемогущего. Вам нужно сказать все это для того, чтобы сказать это. И имя Яд Хей Вафей это имя, которое иудеи отказываются произносить, поскольку это имя, которое, когда оно было провозглашено в Завете иудеям, нельзя произносить напрасно. Это убьет вас, если вы будете произносить это имя напрасно. Поэтому они решили, что ж, мы вообще не будем его произносить. Но это неправильно. Бог никогда не планировал, чтобы они вообще не использовали это имя. В Библии оно использовано более шести тысяч раз. Вы можете себе представить, что Бог сказал? Не произносите Мое имя. Я скажу его шесть тысяч раз, но вы никогда его не произносите. Мы должны понять. Мы должны понять следующее. Имя Ешуа это имя, соединяющее само имя с именем Спасителя. Когда вы произносите это имя, когда вы понимаете все то, что было в него вложено, Бог соединил свое имя с Аврамом. Его звали Аврам, а потом он стал Авраамом. Вот это является именем самого Бога. Это имя в середине его имени. И он уже стал Авраамом. Аллилуйя. И он стал отцом, таким же отцом, как Бог. Он стал отцом многих народов. Он стал благословен Авраам от Бога, владыка неба и земли. Он не говорил, что Бог не был владыкой неба и земли. Все знают, что Бог является владыкой неба и земли. Но как только он вступил в кровный завет с Богом, как только он вступил в этот кровный завет, то благодаря этому завету он был таким же владыкой неба и земли, как и само имя. Вы следите за ходом моей мысли, потому что мы подходим к чему-то. Давайте, я бы хотел уделить больше времени этому имени. Может, мы сможем сделать это завтра. Не буду обещать, поскольку я еще не молился об этом. Но нам нужно вернуться к нашей теме и идти дальше. Бог, Отец, Он Сам, наполненный милостью, наполненный благодатью, наполненный благостью. Он благой. Аминь. Наполненный состраданием. Давайте обратимся к 77-му Псалму. О, спасибо тебе, Иисус. Псалом 77-37. Сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету его. Но он милостивый, в одном переводе сказано, полный сострадания, прощал грех. Сколько у него сострадания? Сколько по-вашему нужно сострадания, чтобы наполнить его? Он большой. все сострадание, которое только есть. А все сострадание, которое только есть, оно огромное. Мы говорим о всемогущем, о великом всемогущем, создателе всего, о том, кто сказал и высвободил самого себя, высвободил свою славу и сотворил вселенную, которая продолжает расширяться со скоростью света. Все это вышло из него. Слава. 85-й псалом. Буквально через несколько страниц. Псалом 85-15 в одном из переводов. Но ты, Господи, Боже, полный сострадания и великодушный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. «О, сколько нам о нем лгали!» Затем 110-й псалом. Псалом 110-й 4. «Памятными соделал Он чудеса Свои». Господь Сам это имя Благой великодушен и полон сострадания, как сказано в одном из переводов. Слава Богу! Аминь! Затем 144-й псалом. Помните, Иисус сказал, «Если вы видели Меня, вы видели Отца». Псалом 144-й 8. В одном из переводов. «Господь Сам имя благой великодушен и полон сострадания, медленен на гнев и много милостив. Господь имя благость полный сострадания, благ ко всем и щедроты его, на всех делах его». Его щедроты и милость на всех делах его. Откройте сейчас вместе со мной третью главу Евангелия от Иоанна. мы посмотрим на нее сегодня другими глазами и преломим через обновленный Словом Божьим разум. И в вашем мышлении третья глава Евангелия от Иоанна из разряда местописания, которое вы заучивали в воскресной школе, перейдет в разряд наиболее сильных мест Писания, которые вы когда-либо читали в своей жизни. Здесь все знают Иоанна 3,16. И никто здесь не знает Иоанна 3,16. В этой третьей главе Евангелия от Иоанна давайте начнем читать с 3-го стиха. Иисус сказал ему в ответ «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу Матери Своей и родиться?» Иисус отвечал «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Родиться от воды и духа. Родиться от духа. Родиться от духа. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, «Должно вам родиться свыше». Хорошо? И теперь посмотрите, что он сказал ему в 16 стихе. «Ибо так Бог, который есть любовь, полон сострадания, полон милости, ядхей вавхей, благой, вся благость, полный сострадания и милости, и благости, и благодати, и доброты. Он является абсолютной благостью, абсолютной милостью». Я не могу передать этого словами. Это его имя. Это то, чем является его имя. Это то, что означает его имя. Это то, что высвобождает его имя. Это имя было дано нам, которым мы спаслись. И его слово было тем семенем, благодаря которому мы были рождены от Духа. Рождены от Духа сострадания, Духа милости. Мы читаем об этом в 10 и 11 главах книги Исаии, когда говорится о помазании Духа. Он Дух благодати, Дух мудрости, Дух праведности, Дух быстрого понимания и его помазания являются снимающие бремена, уничтожающие ярмо силой Бога Всемогущего. Я имею ввиду само сострадание, ибо сам Бог, ибо сам Яд Евафьей имел столько сострадания к этому миру, что отдал Сына Своего Единородного. Хорошо. Мы все еще на Иоанна 3,16. Давайте прочитаем немного дальше. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Он само сострадание Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Конечно же, нет. Как могло сострадание послать само сострадание, Своего Сына, полноту себя, полноту милости, полноту благодати, послать Его куда-то кого-то осуждать? Он послал Его в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И так начинает пробиваться свет. Благость, милость, сострадание. Теперь обратимся к книге Бытия. 1-я глава, 3-й стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». В еврейском оригинале дословно сказано так. «И сказал Бог, свет будь, свет стал». Подождите минутку. Это не был солнечный свет. Нет, нет, нет. Солнечный свет появился только на четвертый день, не так ли? Это не мог быть солнечный свет. Тогда что это был за свет? Это был свет славы. Это был свет Его имени. Это был свет Духа Света, который носился над водою. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и без Него ничто не начало быть. Ничто не было сотворено без Слова, ничто не было сотворено без любви, ничто не было сотворено без сострадания, ничто не было сотворено без Слова Божьего, ничто не было сотворено без Света, поскольку Свет был. Вы со мной? Вы следите за ходом моей мысли? Хорошо. И вот в этом удивительном процессе он дает образец. Помните, он сказал «Ничто!» Ничто. Вы понимаете, что означает «Ничто»? Ничто. Ничто. Ничто не было сотворено без Него. Его Слово. Это значит, что ничто не было сотворено. Ничто, ничто. Ничто не было сотворено без Слова Божьего и всего, кем Он является. И этот образец прослеживается здесь во всем. Так почему он должен был измениться, когда дело дошло до сотворения «Ищ». Или сотворение того, кого обычно называют Адамом. Ищ. По сути, часть Бога. И когда Бог его творил, Он сказал, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему и довладычествуем». Он сказал что-то в этом роде. Понимаете, Он не изменился. Он сказал, «Человек будь по образу нашему, по подобию нашему, владычествую над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И заметьте, что Он сделал. Писание говорит, что Он вдунул в человека дыхание жизни, и тот стал живым существом. И мне очень нравится изучать еврейский хумаш, который сейчас был переведен на английский язык. Это комментарии первых пяти книг Библии, Торы. И эти комментарии уходят в далекое прошлое. «Аминь». «Израильские мудрецы». Вот эти комментарии, говорю вам, иногда это настолько сильно, что у вас просто волосы становятся дыбом. Это настолько интересно. И по их толкованию, здесь сказано, что Бог вдунул в него дыхание жизни. В действительности Бог вдунул в него дыхание жизни тогда, когда сказал то, что мы только что прочитали. Он проговорил в него дыхание жизни. И в своих комментариях они переводят это так, что имя сказало. Хошем говорит, имя «Человек, будь и владычествуй». И так далее. И он стал живым, говорящим духом подобно Богу. И он стал живым, говорящим духом подобно Богу. Бог обращался к телу, в котором не было жизни. Он сотворил это тело. Аминь. И теперь он я это увидел. Господь позволил мне быть благословленным в один день и увидеть это видение. Я видел не так много таких видений, таких сильных, глубоких и детальных, но это действительно было что-то. Я увидел, как Бог стоял там и держал вот так это тело. Я заметил, что они были одного размера. Это безжизненное тело выглядело в точности как он. Оно не имело особого цвета. Оно было такого сероватого вида. И там сказано, что он вдунул дыхание жизни. То есть, когда Бог проговорил к нему, он говорил прямо ему в лицо. Понимаете? Он не дул ему в нос, пытаясь вдохнуть в него жизнь или что-то в этом роде. Нет, нет. Бог держал его прямо перед собой, лицом к лицу. Его нос был прямо перед его носом. Его уста были прямо перед его устами. и его глаза, эти глаза, глаза любви и сострадания. И сострадание излило себя в этого человека. Он не просто обращался к нему. Ну, давай, делай свое дело. Нет, он полностью, всецело изливал себя в этого человека. сострадание, все сострадание, всю благость, всю милость, все, кем он является, он излил себя в этого человека. Я хочу, чтобы вы это сейчас поняли. представьте себе эту картину. Что мы только что прочитали? Человек, будь по образу нашему, владычеству. Адам не слышал этих слов? Иш не слышал этих слов? Нет. Когда в него вошли эти слова, вот тогда он стал живым, говорящим духом, душой, и тогда ожило его тело. Помните? О, дорогой Господь, спасибо тебе. Боже мой. Вначале было слово. Разве он не говорил слово? Но слово было у Бога, и слово было Бог. Оно. Оно. Мы думаем о том, что он говорил слова, и эти слова вышли из его, затем они вошли в его уши, затем каким-то образом они проникли в середину этого тела, и его дух, и затем вначале было слово, да, но слово было Бог. Говорю вам, здесь происходило серьезное соединение. однако, на тот момент Адам еще ничего, 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 ничего еще не слышал. Он еще ничего не слышал. Могу сказать вам, ничто не издавало никакого звука. Кто бы посмел? Интересно, какой ангел подошел бы и спросил, «Извините, я уже могу с ним поговорить?» Вряд ли. Нет, это было величайшим делом. Которые когда-либо творили небеса. Во всей вселенной, на всех небесах, там воцарилась сверхъестественная тишина. Там даже не было дуновения ветра. Не было слышно никакой птицы. Главным образом потому, что все они получили свою жизнь только после того, как Адам назвал их. Ничто не двигалось. Полная тишина. первыми словами, которые услышал человек, были «Плодитесь!» 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 Бог так возлюбил эту вселенную. Бог так возлюбил все то, что Он сотворил. Он излил себя в этого человека. Он излил в Него всю Свою силу, все Своё имя. Он излил в Него всю Свою созидательность. Он излил это благословение в Него и на Него. И в Нем было столько силы, в Нем было столько благословения, что это могло изменить всю планету. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя сегодня. Это просто дивно в глазах наших. Все то, все те чудеса, которые произошли на этой неделе. И, как сказал брат Лен, лучше еще впереди, слава Богу. Мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, и мы прославляем Тебя сегодня. Наши сердца полны благодарения, и мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. И мы открываем сегодня для Тебя наше сердце и разум, чтобы быть наполненными знанием и пониманием Твоего Слова, наполненными мудростью и откровением. И мы благодарим Тебя за это. Мы воздаем Тебе всю хвалу и славу во имя, которое превыше всякого имени. Имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Пожмите руку двум, трем или четырем людям и улыбнитесь так широко, как только вы можете. Обнимите кого-нибудь и скажите им, что вы любите их Господи. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Да будет благословенно имя Господа. Аминь. Откройте, пожалуйста, снова ваши Библии на 4 главе 1 послания Иоанна. Мы начнем читать с 12 стиха. Вы уже открыли? 1 Иоанна 4, 12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Любовь Его совершенно есть в нас. Если мы любим друг друга, Его любовь совершенно в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Вы заметили, что здесь ничего не сказано о ваших чувствах? Здесь ничего не сказано о том, что, ну, знаете, иногда кажется, что я пребываю в Нем, а иногда кажется, что не пребываю. Это не имеет к этому никакого отношения. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Скажите это. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог, который есть любовь, пребывает в Нем. И давайте поговорим о том, что мы познали и уверовали в любовь. Давайте поговорим о вере любви. Заметьте, Он говорит здесь, «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Это очень прямое заявление, не так ли? Хорошо. Прочитайте сейчас первый стих пятой главы. «Всякий». О, благодарение Богу. Я являюсь всяким. И вы тоже. Аминь. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, или что Он есть помазанный, рожден от Бога, который есть любовь. И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Хорошо. Слово «родивший» не так широко сегодня используется. Поэтому давайте скажем это более понятными словами. Все очень просто. «Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, рожден от Бога, который есть любовь. И всякий, любящий отца, любит и детей, рожденный от Отца». Вы не можете любить Отца и не любить Его детей. Аминь. Когда вы любите Его детей, вот что совершенствует любовь Божью в вас. Аминь. Иисус заповедал, чтобы мы любили Господа Бога нашего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своими крепостью и ближнего нашего, как самих себя. Помните, что мы почитали в этой заповеди, где сказано, «Любите друг друга, как Он заповедал нам». Именно так Он заповедал. И так же говорится, «И делаем благоугодное пред Ним». «Люби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя, поскольку это благоугодно пред Ним». Совершенствование Его любви в нашей жизни является благоугодным пред Ним. И, разбирая сегодня это, мы все больше и больше будем видеть, почему что-то неблагоугодно пред Ним не угождает Ему. Помните, сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Что ж, ухватитесь за это, поскольку сегодня вы узнаете, почему. Хвала Господу. Итак, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, который есть любовь». Я хочу, чтобы сейчас подняли руки те, кто всем своим сердцем верит, что Иисус есть Христос, Сын Живого Бога. Поднимите свои руки, не опускайте их. Мы работаем над определением слова «верить», чтобы мы все одинаково все понимали. Это поднята ваша рука, верно? Это ваша рука. Хорошо, не опускайте ее. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, который есть любовь». Скажите это. «Я верю, что Иисус есть Христос». И согласно этому слову, «Я рожден от Бога, который есть любовь». Поэтому «Я рожден от любви». Теперь вы видите, как это работало. Это не имело никакого отношения к тому плохо или хорошо вы себя чувствуете. Как вы выглядите? Какого цвета у вас кожа? Это имело отношение к вере. Аминь. И прочитайте дальше. Что мы любим детей Бога, которые есть любовь. Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. «Ибо это и есть любовь к Богу». И это очень интересная фраза. Во многих переводах Библии эта фраза переводится так. «Ибо это значит любить Бога, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его нетяжки». Аллилуйя, аминь. Он сказал, что «любить Бога значит соблюдать Его заповеди». Делайте то, что Он заповедовал вам делать. И это несложно делать, поскольку все, что Он заповедовал вам делать, это любить Его. Как вы Его любите? Любя ближнего своего, как самого себя. Вы любите ближнего своего, как самого себя. Вы любите тех, кто в данном конкретном месте Писания является вашим ближним. Ваши братья. Вот на кого Он здесь указывает. Понимаете? Он указывает на тех, кто рожден от Отца. Кто они? Те, кто верит, что Иисус есть Христос. Аминь. Многие из них не ходят в вашу церковь. Многие из них находятся в разных местах по всему миру. Многие из них одеваются несколько смешно. Оно не имеет к этому никакого отношения. Аминь. Я люблю их не потому, что они хорошо ко мне относятся. Я люблю их не потому, что они плохо ко мне относятся. Я люблю их потому, что они рождены от моего Отца. И это угождает Ему, когда я люблю их. И это является частью данной заповеди. И поэтому я буду любить их, чтобы они не делали. И это действительно снимает груз с моих плеч. Аминь. И это позволяет мне рассчитывать на 18 стих, когда вы доходите до Него. И там говорится, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». И первый раз читая это, вы думаете, «Да, интересно знать, кто это». Нет. Выбросьте из своей головы свою религию. И вспомните, что мы здесь выяснили. Мы знаем, что всякий, рожденный от любви, не практикует грех. Он не практикует грешный образ жизни. Поскольку если вы ходите в любви, вы не можете. Вы ходите в любви. Если вы ходите в этой заповеди, Библия говорит, «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Это является исполнением всего закона, всех десяти заповедей. Вы не будете нарушать эти десять заповедей, если вы ходите в этой заповеди. Аминь. Нет, что вы делаете? Вы храните себя. Рожденный от Бога, или рожденный от любви, хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. Мне это нравится. Аминь. Говорю вам, если вы сходите с этого пути любви, мы вчера немного говорили об этом, если вы сходите с этого пути любви и начинаете бродить по территории дьявола, вам придется посражаться. И в большинстве случаев вы будете терпеть поражение. Почему? Потому что вы на его территории. Вы открываете для него дверь. Мне нравится, что одна женщина сказала своему сыну-подростку. Она сказала, «Послушай меня. Позволишь дьяволу сесть на заднее сиденье машины, потом он захочет сесть за руль». Это абсолютно истина. Вы открываете для него дверь в чем-то одном, и он начинает топтать вас в чем-то другом. Но если вы будете оставаться на этом пути любви... Именно поэтому Иисус и сказал, что он прямой и узкий. Он прямой. Он узкий. Но это не серьезные нападки, каким представляла его религия. Это прямой и узкий путь победы. Слава Богу. Поскольку вы отбираете часть территории у дьявола. Но в то же самое время, когда вы это делаете, вы ходите в заповеди любви, и вы ходите в вере, которая действует любовью. Если вы все-таки сошли с этого пути, покайтесь и вернитесь на него. Вернитесь и оставайтесь на нем. Слава Богу. Просто оставайтесь на нем. Если дьявол попытается к вам подойти, скажите, «Нет, мистер дьявол, говорю тебе прямо сейчас, ты пальцем ко мне не прикоснешься. Ты не тронешь ни меня, ни мою семью. Я хожу в заповеди любви. Я соблюдаю ее от всего сердца. Даже когда я и совершаю ошибки, я все равно соблюдаю ее. И даже мой грех, мистер дьявол, тебя не касается. Иисус! Мой Господь и Спаситель! И мой грех касается Его! Большое спасибо! И обратите Его в бегство. Аминь. Понимаете, вы не даете Ему ничего, за что бы Он мог зацепиться. Аминь. И давайте вернемся к вопросу веры. Большинство из нас изучали вопрос веры. Мы работаем с верой. И так далее. Но сегодня, говоря о вере в любовь, знаете, это та сфера, в которой не очень многие люди развили свою веру. Религия отговорит вас от этого. Поскольку стоит вам заговорить о том, как сильно Бог вас любит. Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Что? Вы их всех расстраиваете, когда говорите что-то подобное. Что ж, все нормально. Продолжайте говорить это. Они это преодолеют. Но говорите это в любви. Не говорите это с высокомерием. Но эта сфера веры в любовь требует много работы. Она требует много понимания. Она требует много размышления над этим. И развития. Итак, кто соблюдает Слово Его, или кто соблюдает эту заповедь, в том, любовь Божья совершилась. Каждый раз, когда вы поступаете на основании этой заповеди любви, я говорил это вчера, я говорил это позавчера, я, вероятно, хотя бы раз говорил это на каждом служении. Каждый раз в послушании вы поступаете на основании этой заповеди любви, независимо от того, хотелось вам этого или нет. Вы соблюдали ее, поскольку это повеление Иисуса. Он сказал, если вы любите меня, вы соблюдаете мой заповедь. Мой отец возлюбит вас, и я возлюблю вас, и я явлю себя вам. И затем он добавил, и больше сих дел вы сотворите, потому что я иду к Отцу. Поэтому вы можете видеть, как оно все здесь взаимосвязано, не так ли? Поэтому каждый раз, когда вы поступаете на основании этой заповеди, ваш духовный человек по благодати, которая была дана вам и каждому чаду Божьему, как написано с 14 по 21 стихи, 3 главы послания к Ефесянам, укореняется и утверждается в любви. Каждый раз, когда вы поступаете в послушании этой заповеди любви, Дух Божий укрепляет вашего внутреннего человека своей силой. Говорю вам, вы возрастаете и становитесь сильным верующим, живя и ходя в любви и вере. Слава Богу! Аллилуйя! Мне это нравится. Итак, мы говорим о вере в любовь, или вере любви. Хорошо, во что мы верим? Номер один, мы верим, что это Бог. Бог есть любовь. Номер два, мы принимаем решение, что она во мне прямо сейчас. Любовь Божья излилась в мое сердце Духом Святым. Помните? Это пятая глава послания к римлянам. Помните то местописание, которое мы читали вчера? «Любовь, которую ты возлюбил меня», — сказал Иисус, — «в них будет». Любовь самого Бога, Его величие, Его мощь, «все это находится сейчас в вас». Что ж, пройдите через процесс принятия этого, как вы прошли через процесс принятия Иисуса, как вашего Господа и Спасителя. Вы верите в это в своем сердце и говорите это своими устами. Я верю, что эта любовь во мне сейчас. И я никогда из-за чувств или чего-то еще, или из-за того, что кто-то или что-то говорит, я верю тому, что говорит эта книга. И с этого дня «Любовь есть Бог, и она во мне сейчас». Аминь. Следующее, третье. Верьте, что она никогда не терпит поражения. О, многие люди, даже те, которые верят, что Бог сильно любит их, они доходят до этого пункта, и в это начинают вмешиваться ваши чувства, ваши эмоции. О, брат Коппунт, как такое возможно? Как можно верить? Любовь никогда не терпит поражения. Нам никогда из этого не выбраться, понимаете? Любовь никогда не терпит поражения. Как вообще любовь сможет меня из этого вытащить? Как вообще он это сделает, это уже вас не касается. Так говорит Слово Божье. Не так ли? В расширенном переводе 1 Коринфянам 13.8 разве не сказано? Любовь никогда не терпит поражения. Откройте его, откройте его. С этого мы начнем подходить к заключению и начнем заканчивать. Аминь. Но я должен говорить с вами прямо. Я не могу ничего упустить. 13 глава послания к римлянам. Это тоже хорошее место. Слава Богу, да. Если бы у нас было время, мы бы разобрали ее, поскольку это часть этого. 1 Коринфянам 13 глава 8 стих. «Любовь никогда не терпит поражения, хотя и пророчества прекратятся. И языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Вдруг мы резко перешли от превосходнейшего пути действия в проявлениях Духа Святого к своего роду Божьему промыслу. В один день это случится, и уже больше не будет языков, и уже больше не будет пророчества. «Нет, он просто второй раз повторил то, что сказал в первый раз. Он мог бы сказать здесь, «Знаете, хотя я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, я не больше, чем пустой звук». Другими словами, где будут пророчества, без любви они потерпят поражение. Где будут языки, без любви они будут не больше, чем просто пустой звук. Он по-прежнему говорит об одном и том же. Он не изменил время. Он сказал, «Я показываю вам превосходнейший путь, чтобы двигаться в Духе Святом». И в первый раз он сказал это одним образом, затем он заговорил здесь о любви, чтобы вы исповедовали это и верили, что она в вас, и она никогда не терпит поражение. И затем он возвращается к тому, что он сказал. И он говорит, «Без любви и пророчества прекратятся, без любви и языки умолкнут». Позвольте мне задать вам вопрос. Они прекратились? Они действительно прекратились, когда церковь перестала любить. Они лишились даров Духа. И они лишились их потому, что дары Духа перестали действовать. И они решили, «Ну, наверное, дары Духа канули в прошлое, потому что вы больше их не видите». И затем это породило разного рода перекрученные глупые доктрины, что это вообще от дьявола и все остальное в этом роде. Когда суть дела была в том, что когда они отошли от заповеди любви, а как церковь отошла от этой заповеди? Они спрятали Слово Божье в монастырях и забрали его у людей. И у них произошел раскол с евреями. И когда у них произошел раскол с евреями, они потеряли Ветхий Завет и не имели ни малейшего представления о том, каким был Бог, кем был Бог, как Он думал, о чем Он думал. И люди, которые приходили в церковь Иисуса Христа, некоторые из них были спасены, большинство из них не было спасено. И они пришли туда и просто начали выдумывать христианство, примешивая в него разного рода языческие религии. И язычники, и христиане поклонялись вместе в одно время в одном городе. Они объединялись и вместе поклонялись, смешивая между собой свои праздники. И вот это была путаница. Ну вот нашелся один немец, который чувствовал на себе такое бремя, что в конце концов укрылся от всех, заперся в комнате и начал переводить Писание. Понимаете, у него был доступ к Писанию, поскольку он был священником. И он начал переводить Писание на свой язык. И его хотели за это убить. И он наткнулся на место Писания, где говорилось, «Праведный верою жив будет». И бремя его греха свалилось с него. Однажды он чуть не забил себя до смерти, пытаясь сбросить с себя это чувство греха. А в той маленькой комнате, прочитав «Праведный верою жив будет», Мартин Лютер родился свыше. И Бог начал шаг за шагом восстанавливать для церкви свою истину. И вот мы, сотни лет спустя, когда было восстановлено рождение свыше, было восстановлено крещение Духом Святым, были восстановлены дары Духа, была восстановлена жизнь веры, была восстановлена сила. И говорю вам, мы ходим в такой сфере восстановления сейчас и даже выше того, что было восстановлено. И теперь пришло время действовать. Аллилуйя! Разве мы не благословлены тем, что родились в это время? Слава Богу! И любовь является здесь ключевым аспектом. Любовь является здесь ключевым аспектом. Заметьте, что он об этом сказал. «И языки без любви умолкнут, и знание без любви упразднится, ибо без любви мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное...» Совершенная любовь изгоняет страх. Разве не об этом мы только что читали? О том, что когда настанет совершенное в любви, страх уходит, и мы развиваемся, выходя на такой уровень, когда лукавый не прикасается к нам. Он говорит о таком действии в дарах Духа, которого этот мир никогда еще не знал. В полноте! В полноте! И мы к этому приходим. Я хочу, чтобы вы очень внимательно меня послушали. Не просто для того, чтобы услышать, но чтобы запомнить. Запомните то, что я вам сейчас скажу. Верить и принимать любовь Божью – это самое важное, что вы когда-либо можете сделать в своей жизни. Одно дело – верить, что Бог есть любовь, другое дело – принимать Его любовь. Одно дело – верить, что Бог исцеляет, другое дело – принимать исцеление. Открытая дверь для благословения здесь. Она прямо перед вами. И когда мы принимаем, что Бог любит нас так же сильно, как Иисус, это распутывает все чувства вины, все мысли о недостоинстве. Неважно, были вы достойны или нет, Он все равно возлюбил вас. И этот факт изменит то, что вы были недостойны, слава Богу. Когда вы приходите к Иисусу, именно Он делает вас достойными – принимать, поскольку вы принимаете во имя Его, независимо от того, что было у вас в прошлом. Библия говорит в послании к римлянам 8.39, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Бог любит вас. Он желает выражать вам эту любовь. И все, что вам нужно сделать, это просто поверить, что Его Сын Иисус умер, что Он воскрес, что Он является этой открытой дверью. Теперь ваша очередь. Вы откройте дверь вашего сердца и примите Его как вашего Господа и Спасителя. Помолитесь сейчас со мной. Просто скажите, «О, Отец Небесный, молитесь слух. Я верю, что Иисус воскрес из мертвых. Я открываю для тебя дверь моего сердца. Господь Иисус, войди в меня. Я принимаю мое спасение. Я принимаю прощение и очищение от всякого греха. Наполни меня Твоим Духом Святым. Я знаю, что Ты любишь меня, и я принимаю эту любовь. Ты – мое будущее. Я каюсь во грехе и каюсь в прошлом. Во имя Иисуса. Аминь. Напишите мне, если вы помолились сегодня со мной этой молитвой, и я совершенно бесплатно вышлю вам эту книгу, чтобы помочь вам начать изучать Библию. Если вы хотите заказать другие наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До следующей встречи. И помните, Иисус – Господь.